Фестиваль «Край мой любимый» приурочен к 90-летию Московской области. За три дня в рамках проекта в 21-м муниципалитете региона состоялось 25 встреч детских поэтов и писателей с юной публикой. В Видновской центральной библиотеке мероприятие провели члены литературных объединений имени Филиппа Шкулева и Рифма Плюс, которые, помимо серьезных произведений, пишут еще и для детей. Я получила рассылку от губернской библиотеки о первом фестивале детских поэтов и писателей. Я с очень большой радостью это восприняла, потому что для меня работать с детьми, встречаться с детьми – это такая большая радость, потому что я сама в профессии учитель начальных классов, но сейчас я на пенсии, и встретиться с детьми лишний раз для меня – большое счастье. Ученики 2-го В-класса Видновского художественно-технического лицея попробовали себя в роли начинающих поэтов, пытаясь составить рифмы, а также отгадывали загадки. Пирожки из этих ягод удивительно вкусные. Губы, рот от них, как мяготь, станут истинно черны. Черны! Черны! Самые активные из ребят получили в подарок книги авторов с их автографами, а главное – мораль сказок смог унести с собой каждый маленький читатель. Сначала надо узнать, волшебник ты или нет, и ты должен для других делать добрые дела. Может, какой-нибудь, даже любой человек, даже взрослый или маленький, может стать волшебником, и неважно, какой он по образу. Разговорами о волшебстве детей увлек писатель-сказочник Юрий Егоров. Он смог поменять взгляды детей на то, кто же такие маги, а также рассказал, что стать им может любой желающий. Я рассказал сюжет сказки «Как стать волшебником», и, по-моему, детям стало очень интересно, потому что волшебник – это не тот человек, который ходит в каком-то необычном одеянии, а это человек, который умеет творить чудеса. Волшебство – дело тонкое, а научиться ему можно, прочитав произведения детских авторов. Учитель 2-го В-класса Елена Казарянца уверена, ее подопечные точно все прочтут. Дети, конечно, у меня читающие. Большинство из них очень любит читать, очень много читают. Обязательно прочитают все, что нам дали, все, что нам подарили. И часть книг мы отдадим, конечно, в библиотеку. В общей сложности около 60 мастеров слова по всей Московской области проводили подобные встречи. Первый и, возможно, не последний фестиваль «Край ему любимый» показал, насколько богат регион детскими поэтами и прозаиками. Арсений Рогозянский, Кирилл Иванов, Елена Кошлева, Видное ТВ.